Всем привет! С вами снова Якимов Игорь. Сегодня будем рассматривать дозиметр High Stand от компании Millard Electronics. Ссылка на сайт, где я заказывал дозиметр, есть в описании. Давайте разберемся, зачем нужен такой прибор обычному человеку. Опасность радиации в том, что она не видна и неосязаема, но она очень вредна для организма. Обычный радиоактивный фон 20 микрорентген. Считается безопасным фон до 65 микрорентген, но иногда попадается в стройматериалы с гораздо большим фоном. Часто встречается радиация в граните, песке, гравии, а также в строительных материалах, которые их содержат. Например, красный кирпич, строительные блоки. Радиоактивность зависит от расположения карьера, где они добывались. Обязательно стоит проверять эти материалы перед тем, как применять их в строительстве. Также стоит проверять железные конструкции, так как они могут быть выплавлены из металлолома, добытого на полигонах, зараженных радиацией. Переплавка не удаляет радиацию из металла. Лучше один раз проверить стройматериалы, чем потом переделывать построенный объект. Я встречал случаи, когда из-за радиоактивности приходилось ремонт переделывать. На что еще хочу обратить внимание. Сейчас в морях и океанах много кораблей и подводных лодок, которые содержат ядерные реакторы. Причем сейчас затапливаются как эти лодки, так и радиоактивные отходы. Покупая морепродукты, мы не знаем, где они добыты. Поэтому я рекомендую морепродукты тоже проверять, особенно хищную рыбу, которой радиоактивные элементы накапливаются особенно быстро. Радиоактивность может быть в старых вещах советской эпохи, но об этом поговорим чуть позже. А сейчас рассмотрим сам дозиметр, чем он интересен и как им пользоваться. Если вам интересны обзоры электронных приборов, то подписывайтесь на канал и жмите колокольчик. Особая благодарность за ваши лайки и репосты. Газиметр пришел в такой красивой упаковке. Она выглядит прилично, поэтому прибор может быть хорошим подарком. Прибор шел ко мне около двух недель по SDEC, что считаю хорошим результатом. Давайте посмотрим, что внутри коробки. Вот такая простая инструкция по пользованию прибором. Думаю, что из этого ролика вы больше узнаете об этом приборе, чем из этой инструкции. На обороте гарантийный талон и свидетельство о приемке. Гарантийный срок эксплуатации дозиметра 12 месяцев. А вот и сам дозиметр. Внешне он напоминает модный MP3 плеер. И ваши друзья могут не догадаться, что вы носите с собой серьезный прибор. На нем находится цветной дисплей, солнечная батарея. Через окошко виден датчик дозиметра счетчик Гейгера SBM20-1 от компании Росатом, который является передовой мировой компанией по ядерной энергетике, что является большим плюсом данного прибора. Прибор фиксирует этим датчиком бета, гамма и рентгеновское излучение. Корпус прибора имеет класс защиты от влажности и пыли IP66. Это позволяет им пользоваться в проливной дождь. Даже если вы на короткое время уроните его в лужу, это не скажется на его работе. При этом разъем Type-C должен быть закрыт заглушкой. Сам разъем нельзя подвергать воздействию влаги. Разъем Type-C используется для зарядки дозиметра. Одной зарядки в дежурном режиме хватает на месяц. Но если вы будете включать дисплей, то время работы сократится. Наличие солнечной батареи является большим плюсом. Если вы будете ей пользоваться, то прибор можно будет вообще не подзаряжать. Это особенно актуально, если вы окажетесь в месте, где нет электричества. Дозиметр имеет противоударный корпус. Он защитит от небольших падений. Как видите, бока обрезинены. Но злоупотреблять этим не стоит. Больших нагрузок корпус не выдержит. Интересная конструкция дозиметра в том, что его можно держать за один край, а проверять предметы на радиоактивность другим краем. Тем самым относя руку от потенциально опасного предмета. В комплект входит шнур для зарядки через USB, который можно подключить к любому источнику 5 вольт. Также тут есть карабин со шнуром для того, чтобы повесить дозиметр на ремень. Делаем так. Продеваем. Продеваем так. Завязываем тут узел. И у нас будет дозиметр повешен на карабине. Я этот карабин уже испытал. На ремне держится довольно жестко. Дозиметр не потеряешь. В упаковочной коробке довольно жесткий и уплотнительный материал, что делает ее уникальной. Поэтому я ее не рекомендую выкидывать. Она пригодится для дальних перевозок дозиметра. Управляется дозиметр двумя кнопками. Длительно удерживаем левую кнопку. И включаем дозиметр. Включается главный экран. По мере поступления радиоактивных частиц мигает светодиод и звучит звуковой сигнал. Сигнал тонкий и негромкий. На улице его можно не услышать. При желании звуковой сигнал можно выключить. На дисплее отображается зеленый значок, который показывает, что фон безопасный. По мере увеличения интенсивности сигнала он становится желтым, а потом переходит в красный. Меня настроено, что дозиметр показывает фон в микрорентгенах. При желании можно переключить микрозиверты. Сейчас дозиметр показывает фон в 16,5 микрорентген, что соответствует нормальному фону для помещений. Напоминаю, что нормальный природный фон до 20 микрорентген. Максимальный до 30 микрорентген. Максимально безопасный до 65 микрорентген. Все, что выше, опасно для организма. При первом включении нужно дождаться, пока верхняя шкала полностью заполнится. Это укажет, что прибор получил достаточно данных, чтобы показывать корректные показания. Если длительно удерживать правую кнопку, то мы включим фонарик. Он не яркий, но его достаточно, чтобы отсветить проверяемый предмет в темноте. Длительным удержанием этой же кнопки выключаем фонарик. Если некоторое время не нажимать кнопки, то дисплей выключается. Это время тоже можно задать в настройках. При этом прибор продолжает измерение и считает накопленную радиацию. Цветодиод мигает, но звуковой сигнал не звучит. Обращаю внимание, чтоб прибор регистрировал накопленную радиацию, в дежурный режим он должен перейти сам. Если вы выключите прибор принудительно, то он накопленную радиацию считать не будет. Чтоб вернуть дозиметр из дежурного режима, кратковременно нажимаем левую кнопку. Теперь изучим остальное меню. Кратковременно нажимаем правую кнопку и переходим в режим отображения накопленной радиации. Обращаю внимание, что меню на русском языке и сам дисплей хорошо отображает информацию при повороте экрана. Накопленная радиация отображается в миллирентгенах, так как они заданы в настройках. А вот суточный лимит накопленной радиации отображается снизу и в миллизивертах. Длительно удерживая правую кнопку, приходим в режим настройки. Вначале настроим суточную норму. Длительно удерживаем правую кнопку и теперь клавишами плюс-минус настраиваем значения. Единица измерения суточного лимита не настраивается, только миллизиверты. Чтобы выйти из режима настройки суточного лимита, длительно удерживаем левую кнопку. В этом же меню мы можем настроить усреднение показаний. Нажимаем кратковременно правую кнопку и видим, что у нас усреднение по умолчанию составляет 60 секунд. Усреднение нужно, чтобы сгладить показания дозиметра, но мы его можем поменять. Для этого удерживаем правую кнопку. Усреднение можно регулировать от 10 до 120 секунд, но для меня 60 секунд оптимальны. Дважды длительно удерживаем левую кнопку и выходим из режима настройки. Нажимаем правую кнопку и переходим в режим статистики. Тут статистика по дням в течение последней недели. Чтобы посмотреть расширенную статистику, нужно удерживать правую кнопку. Кнопками влево-вправо вы можете выбрать любой из последних 30 дней. Хочу отметить, что привязка к датам работает, если прибор в течение этих 30 дней находился в дежурном режиме. Если вы прибор какие-то дни выключали, то они будут пропущены в статистике и привязка к датам собьется. Удерживаем левую кнопку и переходим в главное меню. Нажимаем правую кнопку и переходим в часы, где отображается время и дата. Их можно настроить, переходя в режим настройки длительным удержанием правой кнопки. Настройка делается также, как и в рассмотренных ранее режимах. Думаю разберетесь. Выходим из режима. Нажимаем правую кнопку и переходим в режим отображения батарей. Сверху отображается зарядка от солнечной батареи. Чем больше показания, тем лучше идет зарядка. Но нужно учесть, что прибор перегревать нельзя. Максимальная температура его работы 50 градусов. Так что длительно над солнцем его выкладывать не стоит. Лучше заряжать прибор в тени. Снизу показывается заряд аккумулятора. Длительно удерживаем правую кнопку и переходим в режим настройки спящего режима. Дисплей прибора потребляет довольно много энергии. И этой регулировкой можно сократить время работы дисплея, когда не нажимаются кнопки. Его можно регулировать от 10 до 90 секунд. Длительно удерживаем правую кнопку столько раз, насколько нам нужно поднять время работы дисплея. Вот сейчас я выставил максимальное время, это 90 секунд. Лично мне не хватает в этом приборе ручного режима включения и выключения дисплея. Если мне приходится долго производить измерения прибором, то этих 90 секунд не хватает. Левой кнопкой выходим в основное меню. Нажимаем правую кнопку и переходим в режим настроек. Длительно удерживаем правую кнопку. Изначально мы можем сменить единицы измерения. Длительно удерживаем правую кнопку. Вот мы меняем можем CPM, микрорентгены и микрозиверты. Для меня наиболее привычным является микрорентген. Так как лимит накопленной радиации в приборе замеряется только в миллизивертах, то для вас возможно лучше поставить микрозиверты. А CPM пусть использует тот, кому эта единица измерения нужна для работы. Здесь же можно включить и выключить динамик и световую индикацию, то есть этот светодиод. Хочу отметить, что звуковой сигнал и так не громкий, к тому же он автоматически выключается при переходе в дежурный режим. То есть, если он нужен, то после включения прибора из дежурного режима нужно заново включать звуковой сигнал. Это, надеюсь, исправит в следующих версиях прошивки прибора. При необходимости можно сделать сброс всех настроек прибора на заводские. Выхожу из режима. Я нахожусь на Барахоловке. Меня привлекли часы советского производства. Вот они так выглядят. Посмотрим поближе. На цифры и на стрелки нанесена краска коричневого цвета. Эта краска светится в темноте. На самом деле эта краска содержит изотоп радио-226 и она радиоактивна. Радио это радиоактивный элемент, который имеет альфа, бета и гамма излучения. Давайте померим его радиоактивность. Вот подносим и наблюдаем. Вот как сильно поднялась радиация. Вот горит красный значок. Давай отнесем. Я отнес дозиметр на расстояние метр. Как видите, фон на уровне общегородского. То есть, если мы находимся на расстоянии более метра от данных часов и воздействие кратковременно, часы на ваше здоровье не скажутся. Но если это воздействие будет долговременно, это скажется на вашем здоровье. И такого воздействия лучше избегать. Сейчас посмотрим радиацию старого компаса, который находится в этой коробке. Когда-то такой компас люди носили на руке. А сейчас он обернут в алюминиевую фольгу и положен в металлическую коробку. И даже через эту защиту проходит радиация. Давайте ее замерим. Даже в закрытой коробке радиация порядка 50 микрорентген. Давайте откроем крышку. Компас завернутый в фольге показывает порядка 80 микрорентген. Давайте снимем фольгу. С виду красивый компас. Им удобно пользоваться в темноте, так как при этом краска, нанесенная на циферблат и стрелку, светится. В составе краски присутствует изотоп радио 226. Давайте померим радиоактивность этого компаса. Мерим. Вот у нас сразу показывает красную зону. Уже показывает больше 300 миллирентген. Это естественно опасная радиация. Я бы никому не рекомендовал такой компас носить у себя на руке. И как видите, я храню такой компас в алюминиевой фольге и металлической коробке. И хранится он у меня чисто для проверки дозиметров. Вообще в советское время не сильно заботились о радиации. Это не единичные случаи, когда часы и компасы советской эпохи излучают радиацию. Причем такую краску наносили и на другие измерительные приборы. Любые старые приборы нужно проверять. Следует проверять и керамику, и стекло советской эпохи. Особенно если она выпущена до 60-х годов. И вообще, если у вас старая вещь, не мешало бы ее проверить на радиацию. Так как в те времена никто ее по этому параметру не проверял. И о ее радиационной безопасности не заботился. Так что вот такой небольшой красивый нужный прибор. Это шанс защитить свое здоровье. Так как с этим прибором можно не допустить в своем окружении предметы с радиоактивным излучением. Ссылка, где заказывал прибор, есть в описании. Если у вас есть опыт работы с дозиметрами, пишите о нем в описании. Там же задавайте свои вопросы. Поделитесь этим видео с теми, кто заботится о своем здоровье. Подпишитесь на канал, ставьте лайк и до встречи в новых и старых роликах.